коллеги добрый день меня зовут максим корости и я технический эксперт компании сингента по садам виноградникам и сегодня в своей короткой презентации я бы хотел важно коснуться одного из самых важных вопросов о котором много говорят много дискутируют это вопрос резистентности к фунгицидам именно в садах и о тех рекомендациях которые нам дают европейские коллеги организации фраг и так коллеги что же такое фраг фраг это если переводится английского языка это фунги сайс резистен экшен комити то есть международная организация которая занимается противодействием возникновению резистентности к фунгицидам и конечно же это организация в которую входит большой круг ученых большие исследовательские группы которые отбирают образцы исследуют и исследуют именно на классы действий действующих веществ как же к ним с течением времени возникает или не возникает какая-то устойчивость и где находятся эти популяции все это потом картируется масштабируется и доводится до нашего сведения то есть большую группу всех фунгицидов которые только мы применяем не только в садах но и на других культурах они все эти фунгициды разделили именно по механизмам действия их действующих веществ и получилась такая огромная таблица которая здесь не читается но если вы перейдете на сайт фраг ее можно скачать в формате pdf и там уже можно увеличивать и про каждый класс действующих веществ прочитать да какие группы туда входят и то есть по большому счету это огромная таблица это подсказка потому что название препаратов много и нам важно в итоге чередовать не название препаратов системах защиты а именно чередовать препараты с различным механизмом действия на патоген переходим к рискам какие же бывают риски возникновения резистентности то есть на риск возникновения заболеваний он в основном зависит от двух параметров то есть это наличие патогена то есть вредного объекта в саду и второе это погодные условия погодные условия они тоже определяют характер развития болезни и так какие бывают риски риск возникновения резистентности он определяется прежде всего тем что есть риск заболеваний есть фунгицидные риски и есть риск агрономический да то есть агрохимические приемы и риск заболеваний он часто определяется прежде всего чем погодными условиями и наличием возбудителя патогена в данном саду. Чтобы снизить риск заболевания, управляйте двумя элементами из этого треугольника. То есть используйте агротехнические приемы правильно и правильно выбирайте фунгициды для того, чтобы эффективно защитить культуру, а также используйте препараты с различным механизмом действия для того, чтобы эта программа вам служила очень долго. Коллеги, сейфилософия фраг укладывается в эту большую таблицу. Есть различные риски. То есть риск со стороны фунгицидов, риск со стороны патогена и есть агрономический риск. То, что касается риска со стороны агрономического, это прежде всего агротехнические приемы, то есть то, насколько мы умеем умело управляться с агрономическими приемами. Что сюда входит? Прежде всего это обрезка. То есть когда вы режете нормально сад, у вас крона хорошо продувается, влага в ней не задерживается, сад быстро просыхает, и здесь риск возникновения болезни, он меньше, потому что хорошо продувается. Также, допустим, сюда же входит и уход содержания сада. То есть, допустим, если вы убираете вовремя сорняки, опять же влажность у вас не задерживается и меньше риск возникновения заболеваний. Также сюда входит и при закладке сада. Вы должны учитывать именно как крона дерева потом будет освещаться солнцем, насколько рано туда будут попадать лучи и насколько, допустим, она быстрее будет просыхать. Высота деревьев — это тоже очень важный параметр. И чем выше дерево, тем, соответственно, солнце не всегда проникает на нижние слои, там задерживается влага, там тоже может возникать очаг инфекции. Это все относится к агрономическим рискам. То, что касается риском, именно патогенный риск, риск заболеваний. Они тоже имеются у каждого заболевания от низкого до высокого. Если мы говорим про паршу яблони, то, что нас интересует, вот, вентурия инокуэлис, то есть она имеет высокий риск возникновения резистентности со стороны патогена. И здесь же мы можем посмотреть то, что нас интересует. Падосфера леокотрика — это мучнистая роса, да, для сравнения. Она имеет низкий риск возникновения резистентности. Исходя из этого, еще есть фунгицидные риски. То, о чем как раз и говорит Фраг вот в той большой таблице, которую мы смотрели в начале. Например, фунгицидные риски. Они с чего складываются? То есть высокий риск возникновения резистентности у кого? Исходя из этой таблички, фрагмы, мы видим, что у QOOs, это стробиолурины, они имеют высокий риск возникновения резистентности. Какими фунгицидами мы еще пользуемся в садах? Это фунгициды из класса DMI, с фунгицидами туда относятся класс триазолов. То есть мы видим, что триазолы обладают средним риском возникновения резистентности. И низкий риск возникновения резистентности — это у так называемых мультисайтовых фунгицидов, то есть это контактные фунгициды. Это туда входят фунгициды из действующих веществ DT-анон, каптан и других контактных фунгицидов. Но я сегодня хотел бы подробнее вам остановиться именно на карбоксамидах. Почему на карбоксамидах? Потому что это новый класс действующих веществ, и сегодня в России этот класс фунгицидов дополняет как раз применение стробиолуринов, триазолов, контактных фунгицидов, и появляется новый класс карбоксамиды. Что же про них нам говорит фраг? Как правильно ими пользоваться для того, чтобы их жизнь продлить на существующем рынке? На сегодняшний день в садах уже зарегистрированы следующие карбоксамиды. Их еще называют SDHF фунгициды. Почему SDHF фунгициды? Потому что это ингибиторы сукцинас-дегидрогеназ, то есть ингибишен сукцинас-дегидрогеназа фунгициды. Сегодня у нас уже в садах существуют баскалиды, есть флуаперам, есть флоксапероксат, есть изоперозам и с прошлого года мы уже применяем в садах пентиоперат. То есть это те классы действующих веществ, которые сегодня уже существуют. Что же нам говорит фраг о том, как же правильно их все-таки применять для того, чтобы сохранять им эффективность? Ну, начнем с того, что сейчас вот на сегодняшний момент уже фраг говорит о том, что их до сих пор не могут отнести. То есть либо они относятся к среднему классу возникновения резистентности, либо к высокому. У них сейчас такой переходный период. Несмотря на то, что они появились относительно недавно, они уже имеют вот такой переходный период. То есть это процесс такой непостоянный. То есть у тебя фунгицид в среднем классе не гарантирует тебе, что через 5-10 лет он тоже будет в среднем классе. Поэтому фраг сразу рекомендует ограничивать количество обработок данным классом фунгицидов. То есть если вы применяете SDHF фунгициды у себя в садах и применяете, к примеру, от 1 до 4 обработок, то вам разрешен применение из этого класса всего один раз. Если у вас, к примеру, более 10 обработок, то вы можете применить 3 раза из 10 обработок и более именно фунгицидами из этого класса. Также фраг нам говорит, что если вы вдруг применяете эти фунгициды не моно, а в баковой смеси, то максимальное количество раз оно, как видите, увеличивается. То есть здесь мы уже, если применяем больше 12 обработок, причем в баковой смеси, мы можем уже применять до 4 раз. На самом деле это, конечно, высокий показатель. Я бы все-таки ограничивался тремя, и причем с особыми условиями. Какие же это условия? Давайте рассмотрим по порядку. Первое. Рекомендации по баковым смесям применения SDHF фунгицидов в садах. То есть компаньон не должен обладать перекрестной резистентностью, и поэтому вы не можете смешивать, допустим, SDHF фунгицид с SDHF фунгицидом. Это не будет являться баковой смесью, которая как раз составлена с учетом рекомендаций ФРАК. Второй момент. Иметь высокую эффективность на целевой объект. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете смешивать, только вот не смешивать со слабыми фунгицидами. Если мы говорим, допустим, о том, что мы применяем SDHF против парши, то второй компаньон баковой смеси, он должен быть высокоэффективным. То есть вы не можете, допустим, смешивать его с слабым триазолом на паршу, конкретным, допустим, флутриофолом. И поэтому не нужно смешивать именно с слабыми фунгицидами. Третий момент. Компаньон должен обладать высокой устойчивостью к риску возникновения резистентности по ФРАК. То есть мы смотрели с вами, что струбилурины, они имеют высокий риск возникновения резистентности. Именно по этой причине ФРАК не рекомендует их смешивать именно с SDHF фунгицидами, когда вы работаете, допустим, по парше. Потому что парша, мы тоже видели, что она относится к высокому риску возникновения резистентности со стороны именно патогена. И о всех тех моментах, про которые мы говорили. То есть, делая выводы. Первое. Не смешивать с фунгицидами из того же класса. Второе. Не смешивать со слабыми фунгицидами. И третье. Не смешивать со струбилуринами, либо не смешивать с фунгицидами, которые имеют высокую степень возникновения резистентности по табличке классификации ФРАК. Если мы с вами говорим про рекомендации применения SDHF фунгицидов, мы должны учитывать то, что все обработки SDHF фунгицидами, которые делаются в садах, они должны делаться превентивно. То есть, до начала заражения. Ни о каких лечебных обработках, обработках по симптомам не может идти речи. Почему я поясню? Потому что, когда вы обрабатываете по симптомам, у вас 100% эффективности не будет, работая любым препаратом. Больше остается особей, которые уже пробовали, и они уже устойчивы к этому классу фунгицидов. И поэтому здесь риск возникновения резистентности, когда вы работаете по симптомам, он в разы увеличивается. И поэтому ФРАК не рекомендует применение SDHF фунгицидов уже при наличии симптомов. То есть, все обработки должны проводиться превентивно, до начала заражения. Еще один момент. Если вы делаете обработки в схеме защиты, и у вас, допустим, больше 10-12 обработок в схеме, вы можете применять до трех раз SDHF фунгициды. ФРАК говорит, что нельзя применять более двух последовательных обработок. То есть, одну обработку сделали, вторую, третью подряд делать нельзя. Ее нужно переносить вот немножко дальше, то есть, делая разрыв между обработками. Не более двух последовательных обработок. И если мы с вами строим систему защиты, исходя из тех рекомендаций, которые делает ФРАК, куда же мы можем поставить наши SDHI фунгициды? То есть, мы применяем препараты из разных классов. То есть, в начале вегетации у нас контактные, допустим, мы схему обработок делаем по парше. В начале идут контактные фунгициды, медсодержащие фунгициды. Дальше мы, допустим, работаем хорусом. Это один класс фунгицидов, анилин-перимедины. Дальше, допустим, работаем CD или ТОП. Вот здесь вот триазолы идут. И здесь мы тоже делаем не больше двух последовательных обработок. То есть, SDHI мы можем поставить именно вот сюда, где у нас как раз и есть фунгициды из другого класса. То есть, не триазолы и не анилин-перимедины. Дальше мы продолжаем обработки. И здесь, где у нас идет потом фунгициды из других классов, мы тоже можем поставить SDHI фунгициды, если они нам там нужны. И вот исходя из этой таблички, мы с вами составили систему защиты, эффективную по парше яблони и с учетом всех рекомендаций, которые делает нам ФРАК. Потому что здесь используются различные классы, различные механизмы действия на патоген, а конкретно на паршу яблони. И такая защита, она будет эффективная и немаловажно, что она будет без риска возникновения резистентности, что позволит вам использовать препараты долгие-долгие годы. Поэтому не забывайте, что чередование классов фунгицидов в системе обработок обеспечивает высокую эффективность и снижает риск возникновения резистентности. А вам бы я хотел пожелать чистых, хороших урожаев, без парши и без устойчивости к болезням препаратов.